Здравствуйте! С вами программа «Зелёная экономика». Телепроект канала 24КИЗ. Это о самом главном – об экономике будущего. Внедрение зелёных технологий и обеспечение экологической безопасности. Более ста экспертов недавно обсуждали эти темы в Актал. Особенность конференции в том, что это было не из разряда. Собрались, поболтали и разошлись. Можно сказать, что здесь разрабатывали пошаговую инструкцию к действиям. Как оказалось, для развития Мангистауской области необходим новый взгляд на вопросы сельского хозяйства и энергоиспользования. Выступления спикеров, познавательные тренинги и агитационная работа с населением. Конференция на берегу Каспийского моря состояла из трёх основных разделов. Большую надежду её организаторы возлагают на свои пилотные проекты. Потому что сейчас важно создать яркий наглядный пример, который позволит оценить новые технологии по достоинству и непременно ощутить на себе все их плюсы. В числе приоритетных – новая энергоэффективная система в городской школе. Конечно же, мы будем исходить из тех старых школ, которые не соответствуют нормам требований по качеству освещения. В основном мы выбирали, чтобы это соответствовало типовым. Типовой был проект такой, типовая школа, которая модернизировалась, в которой мы могли бы этот пилотный проект реплицировать на другие школы. То есть показать Акимату, насколько это эффективно, насколько это работает, какие цифры мы получаем от этого и какую экономию получаем, внедрив весь этот комплекс мероприятий по энергоэффективности. В успехе модернизации этой школы здесь никто не сомневается. Результаты в виде экономии бюджета, ресурсов, а главное – положительного влияния на самочувствие учеников не заставить себя долго ждать, уверены эксперты. Сохранить школьникам зрение помогут энергосберегающие лампы. Они не только значительно экономнее, расход сокращается на 80%, но и дают гораздо более качественное освещение. Единственное условие – из-за содержания в них ртути важно правильно их утилизировать. Наш проект выпустил листовки, плакаты, постеры на казахском и русском языках. Также мы выпустили видео, в котором мы объясняем о правильной утилизации ртути содержащих ламп. Мы объясняем различные аспекты обращения с отработанными лампами, развеиваем мифы об опасности. В частности, Акимат города Астаны провел пилотный проект по утилизации ртути содержащих ламп. В городе установлено 100 контейнеров, специальных контейнеров, куда люди могут складывать отработанные ртути содержащие лампы. Особо дотошные даже успели подсчитать. Установленные в доме 5 экономичных лампочек дают эффект в пользу экологии такой же, как если бы вы целый год вообще не пользовались своим автомобилем. Новое – хорошо забытое старое, тем более если речь идет о перенимании уже имеющегося опыта. Качественно новый виток в развитии сельского хозяйства в Мангистауской области также стал предметом обсуждения доброй сотни зеленых экспертов. По их словам, нужно активнее использовать опыт агрария в соседних странах. Как остановить пески? Ответ на этот вопрос можно получить у Туркменистана. Таджикистан и Кыргызстан охотно поделятся своими секретами растеньеводства и животноводства, а узбекские специалисты расскажут об эффективном управлении водными ресурсами. Цель у всех собравшихся одна – составить детальный план развития области, разумеется, с учетом всего потенциала, сильных и слабых сторон Приморского региона. Для того, чтобы определить для себя приоритеты на дальнейшее будущее, что мы могли бы сделать в рамках этой программы. Одним из этих направлений является сельское хозяйство. Здесь именно немножко сложные климатические условия, иные, значит, иной рельеф. Все это налагает опечаток для того, чтобы мы пересмотрели свои подходы и подошли совершенно по-иному для работы в этом регионе. Мы хотим показать в этом регионе демонстрацию самых наилучших технологий, подходов, практик, которые могли бы взять, должны возниметь действия среди фермеров и в дальнейшем, чтобы они уже сами это реализовывали. Показать пример, и в дальнейшем наша задача, чтобы регион был устойчивым в плане развития сельского хозяйства. Создать своего рода продовольственную безопасность некую, и затем уже область уже сама возьмет на вооружение и будет сама уже самодостаточна для того, чтобы это все реализовывать. Облик Актау меняется год от года. При этом озеленение играет важную роль в благоустройстве улиц, открывая возможности новым идеям. Не так давно в городе начали развивать почвенное орошение. Мы встречались с представителями КАС Каучука, приезжал сюда директор, общались по поводу вот этих подземных шлангов пористых, которые подают непосредственно в корневую систему воду, обеспечивают тем самым хорошее самочувствие для растений и, можно сказать, колоссальную экономию воды, порядка 70%. Вот на этом участке у нас стоит капельное орошение. Здесь под каждое дерево подведен шланг и установлен микроороситель, который регулирует тоже подачу воды. Ну, система микроорошения, она тоже показывает себя очень хорошо. Сильный ветер и палящее солнце – это одна из визитных карточек областного центра. Тем не менее, местным овощеводам удается обеспечивать горожан свежей и экологически чистой продукцией. И здесь на помощь аграриям пришли не только инновации в сельском хозяйстве, но и смекалка – вокруг полей здесь сажают кормовую кукурузу. Что мы применили в данном случае? Во-первых, мы высадили по периметру везде кукурузу кормовую. Она естественным образом сдерживает ветра. Через каждые 10 метров также вот так вдоль грядок посадили кукурузу. Дополнительный заслон. К слову сказать, у нас бывает до 20 метров в секунду ветра, а при таком ветре вырвет любой помидор индетерминантный с корнем. Ну, как бы на сегодняшний день видно, что удержали мы от этих ветров. Зелёная стена надёжно защищает длинные ряды томатов от сильного ветра, но, к сожалению, не спасает от высоких температур. Мы очень щепетильно относились к сорту при подборе. Вся проблема в том, что индетерминантные, они чувствительные к солнцу. То есть при нашем жарком солнце, агрессивном, точка роста сгорает. Мы специально подбирали сорт селекции «Гамриш», российской селекции, и он очень замечательно себя показал. Хотя при таких условиях для сбора достойного урожая нужно приложить поистине титанические усилия, вплоть до орошения полей минерализованной водой. Когда мы реализовали пилотный проект «Капельное орошение» в начале 2006 года, это был 0%. То есть не было капельного орошения. Мы внедрили. А на сегодня уже более 600 гектаров земли орошается капельным орошением. И на сегодня результат уже налицо. Теперь ценный опыт этого общества уже стремятся перенять многие аграрии региона. А значит, и в проектах, привнесенных в область экспертами ПРООН, наглядно будет продемонстрирована эффективность зеленого перехода. Причем выгода не только экономическая, но и экологическая. Таджикистан – наименьшее по площади государство Средней Азии. Причем порядка 80% ее территорий занимают горы. И только 7% пригодны для сельского хозяйства. Но условия в этой стране позволяют продуктивно использовать и эти земли, собирая урожай по нескольку раз в год. И самое главное здесь – избежать истощения почвы. Сейчас ученые наши занимаются также разработкой, применением органических веществ на примере компоста. У нас в городских городах, скажем, и в Душамбе, и в Курганте, и в Кулябе, и в других городах, много деревьев, чина. А сплавятся листья, они очень-очень сопосильные. Но использование этих листьев до сих пор не было приводным. То есть они очень сильно, происходит процесс гниения, очень долгий процесс. Два-три года происходит, потому что под землей она не гниет, листья эти. В данное время сейчас используем препарат биочин. Биологический биочин, то есть совместно с китайцами. И используя этот препарат, листья за короткий срок, месяц-два, гниют. И получается огромное количество компоста, который в христианских хозяйствах используют активно вместо химических удобрений. Одновременно продукция получается чистая и экологическая. Это была программа «Зелёная экономика». Смотрите нас в эфире, читайте в Твиттере и комментируйте наше видео на официальном сайте телеканала 24КЗ. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!